Город! 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 Город В первую очередь, конечно же, его заявления, которые были высказаны по украинскому вопросу, по Донбассу, по Крыму, они, конечно же, задевают любого украинца, здравомыслящего украинца, который живет и в республике Молдовы, и за рубежом. Но стоит отметить, что он быстро исправился, постарался, так скажем, этот вопрос замять, так, чтобы вы его не особо сильно поднимали, сказав, что юридически это является, конечно же, Украиной, но физически является Россией. Однако, как мы украинцы в Молдове граждане сознательно, граждане законопослушные, живем по закону, естественно, нам придется принимать того президента, которого выбрало большинство, и, конечно же, будем относиться к нему как к президенту. Но, конечно же, если, Донбасс, как президент, не изменит свою риторику и будет продолжать делать такие заявления, конечно же, мы будем выступать, выступать на митингах, выступать с протестами, но все в рамках законов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я, как девушка, без ребенка, я не могу ответить. Я не могу ответить на эту жизнь если я не могу показать, если я не могу показать, что это человек который любит тебя. Я думаю, что группы «Тинты» потому что я очень много, и я очень уверен, что это среди бисеринцев. Мне кажется, что это очень жесток, и это не так. Но, в частности, они были неизвестны многие группы, но не могу, я не могу сказать, но не могу ответить на этот мир. Мы сейчас не нужны в общество. Я вы стимуясь на всех, даже если вы выбрали против меня. Вы вы стимуясь на вашем выборе, потому что вы были четвертые Республики Молдова. Но начнем с зиу сегодня. Я ищу президенту, и я вам все равно.